сегодня у нас 18 марта 2021 года и после праздничного дня 8 марта который как известно является феминистическим праздником то есть он имеет отголоски борьбы за права женщин за их на равноправие я сегодня решил взять тему такую очень тонкую омолодить нельзя оздоровить где поставим запятую то есть мы поговорим о омолаживающих процедурах которые имеют какие-то риски в основном это агрессивные какие-то процедуры мы поговорим о процедурах более физиологичных которые меньше не что несут каких-то рисков вот мы поговорим об уходе и такой я предлагаю в таком ключе как бы сегодняшний вебинар провести я даже ведь без халата без форма то есть как бы можно сказать такой женский между собой чик поговорим немножко о проблеме вообще и джизма ну в частности его той категории которые относятся к дискриминации именно возрастных людей потому что и джизмом еще называется и дискриминация молодых когда в общем ограничивают какие-то права и возможности более молодых например сотрудников на учитывая то что у них может быть допустим меньше быть опыта на самом деле это не всегда так но как правило все-таки термином эйджизма обозначает дискриминацию именно по возрастному признаку и именно более старшего поколения к сожалению в нашей стране это больше развита нежели там европе и в америке где с этим активно борются вот и мы сегодня будем говорить это применительно к внешнему виду к возрастным признакам ну и в общем разберем как вообще с этим всем бороться что собственно себя представляет возрастные изменения как правило возрастные изменения это ну то что мы видим да например бы мы будем в основном затрагивать изменения кожи лица и шеи не будем брать изменения например которые происходят на теле в том числе и со стороны лица визуальные изменения возрастные это и не только визуальные да но и как говорится объективные это снижение упругости кожи в первую очередь ну вплоть до дряблости это морщины которые могут быть как мимическими так и статическими то есть статические возникают из-за того что гравитация у нас на планете земля упрямо и неумолимо тащит все вниз соответственно возникает птос возникают нависшие веки брыли смещение жировых компартментов лица вниз кроме того к возрастным изменениям относят пигментацию то есть какие-то дисхромии причем как гиперпигментации так и участки гипопигментации могут быть причем стойкие потому что если пигментация возникшая у человека среднего возраста например после отпуска она достаточно легко уходит и сама и можно и помочь какими-то отбеливающими средствами или пилингами то все-таки возрастная пигментация возрастные дисхромии они стойкие они как правило глубоко расположены нормальные и в общем-то убрать их очень очень сложно иной раз практически невозможно кроме того к возрастным изменениям можно отнести сосудистые нарушения конечно же купероз телянгиектазии и такая патология как розация она к сожалению значительно помолодела в последнее время если это было раньше уделом как правило женщин ну реже мужчин 1 2 фототипа 40 плюс там или 45 плюс или даже уже ближе к климактерию то сейчас действительно розацию розация эритоматозная стадия розация папу постубезная стадия встречается и у пациентов до 30 лет но к сожалению это уже видимо издержки нашего образа жизни экологии все прочее вместе взяты но сосудистые нарушения все-таки у нас воспринимаются и какие-то нарушения вообще тона кожи уже как возрастная какая проблема чаще всего также изменения в области шеи они как правило как говорят выдают женщину выдают и возраст даже если лицо все прекрасно сделано наши сложнее как-то замаскировать и изменение в области шеи то есть формирование тупого шейно-подбородочного угла кольца венеры вызванные в первую очередь гипертонусом плотизмы подкожные мышцы шеи тяжи выраженные плотизмы да особенно у тех у кого как раз у кого например избыточный вес лишний вес да там тяжи платизма могут не видны там кольца венеры будут более выражены вот и если наоборот вес не небольшой у человека там женщины то как раз бывает хорошо выражены те же плотизма вот и вот эти вот возрастные изменения как правило то есть вот эти вот изменения на лице и собственно они и дают возможность читать возраст каким-то образом и тут я как раз хотела бы немножко лирики добавить в наш такой в общем-то больше наверное женский разговор а стоит ли вообще на пытаться в 50 выглядеть на 30 70 на 40 в 90 на 70 и так далее я тут специально выбрала картинки наиболее наверное известных представительниц женского пола который прекрасно выглядит в своем возрасте проставила их года рождения надеюсь нигде не ошиблась вот и это на самом деле наша можно сказать соотечественница модели белорусского происхождения врач кстати тоже ольга шатыка это вот слева как раз посередине в центре у нас лин слейтер это в общем-то женщина тоже которая не собиралась быть был в блогером да каким-то фэшн-блогером или фотомоделью и стала ей только там по-моему чуть ли не после 60 лет ну и наиболее известное лицо это ари сапфель который сейчас в этом году если не уже сто лет должно исполниться если уже не исполнилось и она до сих пор прекрасной форме вот я даже вчера специально залезла на ее страничку в instagram у нее там прекрасная фотография висит от вчерашнего числа в шикарном костюме с цветами в общем прекрасная фигура и в общем выглядит она хорошо для своих 100 лет так вот на самом деле тут существует такая немножко уже этическая проблема когда женщине навязываются в итоге какие-то параметры которым она должна соответствовать и собственно это как раз корнями идет в тот самый эйджизм о котором я самом начале говорила и собственно не считаю конечно это чем-то хорошим а вообще как бы дискриминация по какому-то признаку по там национально религиозному половому возрастному это изначально вещь нехорошая и как бы с этим конечно надо бороться и собственно здесь как раз тоже к вопросу о феминизме сразу наводится ну как бы мысль такая возникает а почему только женщина в основном навязываются эти стереотипы и почему женщина должна мужчина может как хочет выглядеть любом возрасте и кстати в профессиональном плане тоже зачастую более более широкие рамки есть например у возрастных мужчин найти например какое-то хорошее место работы или какой-то ответственный пост чем например у женщины в соответствующем возрасте так вот учитывая то что женщины до сих пор не до конца и в нашей стране особенно побороли вот эти вот стереотипы что женщина должна должна выглядеть моложе должна там скрывать свой возраст то и нельзя это нельзя одевать чего-то на себя нельзя носить что-то нельзя без макияжа выйти выбросить мусор тоже не стоит так делать да вот и эти вещи конечно побуждают женщин многих пытаться себя как-то изменить кто-то меняет себя потому что хочет быть на кого-то похожим а кто-то меняет себя чтобы выглядеть на 10-15 лет моложе честно говорю вот мое личное мнение в этом отношении конечно такое как сказать я стараюсь быть объективной потому что я понимаю что если человек зарабатывает ли словом горя лицом он является сам актрисой диктором телевидения с этим мужчины тоже да прибегают к услугам достаточно серьезной косметологии являясь как раз представителями этих профессий и какой-то там не знаю топ менеджер компании который тоже в некотором роде работает лицом хотя тут как раз меньше вариантов возможно иной раз и вынужден да например даже сама актриса прибегать каким-то таким вот манипуляциям рисковать своим здоровьем порой для того чтобы грубо говоря иметь больше диапазон возможности получить больше ролей вот а если человек например не принадлежит к этим профессиям то возможно и не стоит бежать за этим поездом и пытаться рискуя здоровьем да потому что любое агрессивное вмешательство оперативное в том числе это всегда наркоз это всегда какие-то риски о которых мы говорим поговорим чуть позже и в общем то надо для себя понять все вообще насколько это необходимо вот это такой как бы такой этический момент немножечко такой такое отступление от практической косметологии которые я хотел бы взросл затронуть потому что очень часто с этим сталкиваюсь и в общем то зачастую бывает что человек не может реализоваться не потому что он какой-то не такой да или старше чем мог бы быть на какой-то должности к примеру да то что он сам себя не удовлетворяет то есть сам недоволен собой пытается стать чем-то другим чем он есть на самом деле вместо того чтобы развивать свои какие-то как сейчас молодежь скиллы то есть свои какие-то навыки профессиональном плане так далее вот понятно что женщина должна быть ухоженной но вот нужно ли себя перекраивать переступив какой-то определенный рубеж возрастной вот это уже очень большой вопрос и исходя из всего вышесказанного я решила рассмотреть наиболее например востребованные процедуры которые не являются по сути оздоравливающими организм да или лицо человека но которые в общем то люди делают женщины чаще всего и эти процедуры имеют целью как раз визуальное ну визуальный обман в отношении своего возраста да то есть сделать себя внешне на сколько-то там лет моложе и у всех этих процедур есть определенные риски про целесообразность я уже упомянула считаю что рисковать нужно только тогда когда это действительно от этого зависит например реализация профессиональном плане как перво актеров или когда действительно эти процедуры корректируют какой-то косметический дефект который мешает жить то есть как бы я честно говоря крайне негативно отношусь к коррекции например губ филлерами потому что очень мало к сожалению встречается женщин у которых вот эта коррекция дает результат который не заметен вот если она скорректирована так что это не видите значит хорошо скорректирует а если вы видите что где-то там подколото да в скулу губах так и прочее то значит сделано не очень хорошо и в общем имеет место гиперкоррекция так вот очень многие конечно занимаются гиперкоррекцией данной зоны например и это выглядит конечно не очень хорошо и естественно понятно что человек живет в разной социальной среде и где-то например возможно там огромные губы а-ля необыкновенный концерт был такой известный кукольный спектакль еще советское время и вот эти вот для мух тужур вот они может быть где-то популярны в каких-то социальных группах определенных но в целом гиперкоррекция всегда смотрится неестественно вот опять-таки есть риски вот но кроме этого да то что уже у всех как говорится на виду понятно что это вмешательство мы можем визуально считать но есть вмешательства которые в общем действительно позволяют выглядеть подтянуть кожу там выглядеть моложе на какое-то количество лет но у всех этих процедур так они являются как правило агрессивными либо вообще хирургическими они либо малоинвазивными хирургическими они все имеют риски и вот об этих рисках я хотела ну как бы их немножечко сгруппировать самая распространенная процедура это ботулинотерапия на самом деле я вполне спокойно отношусь к ботулинотерапии особенно в отношении людей у которых реально гипертонус наблюдается мимических мышц в области лба например корругаторы могут быть гипертонусе и соответственно если лобные мышцы в сильном гипертонусе то уже может достаточно молодом возрасте 20 там 25 лет образовываться вот эта поперечная морщина несколько морщин и если допустим гипертонус корругаторов мышц сморщивающих бровь то вот эти вот строгие складочки вертикальные это как раз дело рук корругаторов тоже бывает сильный гипертонус и образуется если вовремя например ботулинотерапии не скорректировать а не начать корректировать то будет уже там у некоторых 30 годам то и раньше такая стойкая морщина залом до 2 залома также могут быть гипертонусе мышца гордецов то есть процерус который находится вот здесь и соответственно вот эти вот поперечные морщинки надеюсь которые возникают они тоже корректируются ботулинотоксином вот и соответственно это в общем то оправданно если есть выраженный гипертонус он мешает себя визуально хорошо воспринимать да он нарушает гармонию лица и собственно да это в общем то оправданно вот наталья написала что непринятие себя таким кое есть свой возраст это психологическая проблема да хотя часто могут приходить косметологу вот и косметолог это да всю работу выполнит хорошо если женщина выглядит ухоженно соответственно возрастом но я пытаюсь это донести как бы что надо выглядеть ухоженно на выглядеть хорошо ну понятно что реально оценивать свое состояние потому что зачастую человек попадает в ловушку улучшайзинга и тюнинга так называемого и потом уже это все при том что косметологи не всегда тоже каких-то рамок придерживаться есть к сожалению среди косметологов люди которые могут сделать все что угодно что их просят если им за это платят да к сожалению это такое тоже может быть есть и автослесарь и которые будут постоянно ремонтировать вашу машину и место же взять один раз и надолго вот поэтому здесь как раз проблема в том что человек попадает вот в этот вот замкнутый круг и в общем в конце концов становится уже не похож на самого себя и хорошо бы конечно чтобы в паре с косметологами зачастую работал психолог раз может быть и психиуролог который бы распознал вовремя вот эту вот неудовлетворенность и скорректировал ее уже со своей стороны чтобы даже если какая-то коррекция нужна внешне чтобы она как говорится не переходил все границы так вот вернемся к бета ботулинотоксина типа действительно бета на самом деле самая безобидная наверное всех вот этих вот повреждающих можно сказать ну не повреждающих а таких вот интенсивных процедур в косметологии потому что она уже очень хорошо изучена ботулинотоксин применяется уже много лет для коррекции гипертонуса при неврологических расстройств начиная от дцп закачивая какими-то более там узко специфичными патологиями и дозировки например ботулинотоксина которые маленьким деткам с дцп колют они никакие вообще сравнения не идут по своей величине с теми несчастными несколькими десятками единиц которыми корректирует внешность женщины при помощи ботулинотоксина поэтому говорить о том что это прям какое-то очень вредное воздействие было бы немножко лукавить означать и но риск есть вот ну да виктория согласна с вами так то когда коррекция очень видно на лице да и человек уже сам на себя не похож это в итоге все-таки негатив и в общем то этого можно было бы избежать так вот от инъекции ботулинотоксина что может быть как правило осложнения все возникают конечно тогда когда либо не соблюдается нормально схема введения до слишком низко укололи слишком много укололи вот и соответственно если возникают вот эти вот осложнения как то с верхнего века то с бровей или брови мефистофеля наоборот вот такие вот которые ну так это конечно смешно рассказать на самом деле если у женщины это возникает и совсем это не смешно потому что нельзя по сути быстро убрать вот этот вот негативный эффект можно конечно подколоть там хвостик брови и прочее она немножко опустится но это все равно достаточно сложно и с этими бровями и ходить как минимум полгода бывает так пока они там вернутся на свое место более серьезное осложнение это когда случайно диффундирует ботулинотоксин чаще это не к ботусу а диспорту бывает относится он больше такой как бы диффузии обладает этот препарат к сожалению и она опять-таки кто работает постоянно диспорте нормально с ним работают и в общем это такие редкие бывают случаи вот осложнение но бывает даже когда попадает экстракулярные мышцы часть вот этого вот препарата и возникают нарушение зрения либо возникает например когда пытаются скорректировать гусиной лапки гипертонус круговой мышцы глаза неполное смыкание век ночью как следствие синдром сухого глаза ну и в общем какой-то определенный дискомфорт если же используют ботулинотоксин как сейчас уже принято зачастую off-label то есть не по назначению как говорится а делают ботулинотоксина микроинъекции так называемые full face то есть и либо корректируют например тризм жевательных мышц да и либо вводят в платизму либо вводят в круговую мышцу рта там уже могут быть всякие другие осложнения они конечно все приходящие вот в это по крайней мере это не пластическая хирургия и не лазерная методика поэтому в общем то в основном все эти осложнения они потом исправиться до со временем вот но они достаточно дискомфортные могут быть могут быть нарушение желания может быть какая-то асимметрия лица могут мышц антагонисты взять на себя функцию будут какие-то например возникать морщины в неположенных местах очень часто бывает что при наличии малярных грыж на вот этих вот мешочков в латеральной части скулы при коррекции круговой мышцы глаз ботулинотоксина вылезают как раз вот эти вот мешки они зачастую бывают и при коррекции филером на сослезки к примеру то есть и это как раз выглядит хуже чем до воздействия было поэтому надо конечно осторожно с этим но почему бы и нет если допустим сильный гипертонус и опять-таки ботулинотоксин он действительно эффективен тогда когда гипертонус есть а заломов выраженных еще нет вот если уже как говорится опоздали то не факт чтобы то поможет там уже комплексная коррекция как правило используется или нитевой лифтинг или филер и ставится в эти в глубокие залом машины уже после ботулинотерапии то есть там есть свои нюансы но мы сейчас как говорится не об этом говорим вот а о рисках целях и целесообразности вот лазерные методики они сейчас конечно ну на пике своей популярности есть разной степени агрессивности лазер я как раз сейчас не говорю о низкоэнергетических лазер потому что это как раз методика физиологичная физиотерапевтическая не повреждаешь кожу а я беру именно лазерные методики которые повреждают как правило кожу это различные шлифовки фото омоложения вот и опять-таки ну чаще всего конечно при несоблюдении параметров или каким каких-то все-таки индивидуальных проблемах да например не диагностированная склонность килоидным рубцам да или допустим человек живет еще не знает что у него уже дебютировал сахарный диабет у него слабые сосуды там а он еще пока собственно не понял но пошел на лазерную процедуру то есть такое бывает какая-то не диагностирована внутренняя патология которая может привести к проблемам каким-то да к осложнениям но человек еще они например не знает и вследствие лазерных процедур повреждающих может возникнуть стойкое рубцевание могут быть дисхромия как гип так и гипер вот могут быть стойкие сосудистые нарушения я имею ввиду стойкое покраснение лица который не проходит ни спустя месяц ни два не три не полгода и потом уже такому пациенту зачастую ставят эритоматозную стадию розация пытаются увести как пациента с розация но по сути это стойкое разрушение сосудов поверхности капилляров которое произошло ну я трогенным путем ну и инфицирование поврежденной поверхности конечно если процедура проходит правильно со всем соблюдением асептики антисептики то это осложнение легче всего избежать но опять-таки человек может прийти домой и сам нарушить все рекомендации врача или пойти после процедуры заниматься спортом или еще что даже после обычной чистки лица пациенты очень часто нарушают рекомендации потом получают осложнение в виде высыпаний вплоть до пиодермии импетига поэтому всегда конечно пациентам надо хорошо все объяснять разжевывать давать памятки письменные такие сякие в любом носителе он воспринимает переспрашивать все ли он понял и что он будет делать это после этого отпускать его домой после повреждающих процедур следующий вариант это смаз лифтинг тоже достаточно популярная сейчас методика который делается чаще всего аппаратами альтера ильтраформер это сфокусированный высокочастотный ультразвук то есть который может воздействовать как на дерму так на гиподерму там есть несколько видов настроек там по миллиметрам да насколько он вот этот аппарат добивает своим ультразвуковым сфокусированным лучом и как раз на область смаз то есть уже фактически над мышцами то есть может этот лучше делать свои как это сказать попроще микро ожоги вот и таким образом подтягивается этот слой вот и собственно тут что важно что у этой процедуры хотя она и не в общем-то не такая агрессивная как например лазерное воздействие на саму кожу не повреждает вот и собственно воздействие идет прицельная причем под контролем ультразвука и собственно вот этот ультразвук он позволяет видеть врачу на каком уровне работает лазерные вот это ультразвуковое воздействие ультразвуковое воздействие это не излучение это колебания до звуковые которые в определенном диапазоне происходят вот и собственно да действительно эта процедура может в некотором роде частично то есть воздействие я имею ввиду на мышечный апоневротический слой создать эффект подтяжки кожи конечно в отличие от хирургической подтяжки этот эффект будет сохраняться недолго там на может быть года полтора также можно этим лучом воздействовать только на вот максимально глубине там до четырех с половиной миллиметров а можно воздействовать и на полтора миллиметра то есть на дерму вот и в принципе эта процедура достаточно неплохая по своей идее да если ее правильно выполнять и если естественно сертифицировано в нормальном оборудовании и если например у человека нет каких-то условий которые мешают например выполнить эту процедуру на нужной глубине ну например у него прослойка жировая на тех же щеках больше 4 миллиметров тогда мы уже не сможем как говорится добить нужный слой да то есть туда попасть куда надо и подтяжки кожи у нас наблюдаться не будет такого пациента вот соответствует процедуру опять-таки нельзя делать часто то есть есть свои нюансы она делается как правило где-то наверное раза в год и тоже есть свои нюансы да то есть помимо ее болезненности это что не всем она подходит и вообще не у всех будет эффект вот альтера терапия ну так называемый да или смаз лифтинг безоперационный имеет еще некоторые нюансы то есть в принципе помимо там противопоказаний всего в принципе если у человека уже изменения таковы что эффективнее будет пластическая хирургия то лучше наверное не тратить деньги и время процедура не дешевая и сразу батис обратиться к пластическому хирургу если же действительно это небольшой какой-то небольшой небольшой да без вот этих вот проблем то какое-то время можно отсрочить или вообще потом передумать делать пластическая операция вот ну по поводу опыта за смаз лифтингом василиса лучше наверное такие вопросы мы здесь это не сможем опытом личным до поделиться даже если у кого-то он и был да потому что нам просто времени то не хватит всю тему обозреть у нас может попозже просто подсоединились я говорила что вебинар будет выложен youtube через некоторое время как обычно по традиции и соответственно вы сможете в комментариях под видео вот задать тот же вопрос и уже там возможно больше выборка людей которые не только присутствуют сейчас у нас на вебинаре а будут потом отсматривать это видео например в ю тубе и поделиться своим собственного опытом вот это будет более результативно на самом деле вот но что касается осложнений да то есть да действительно процедура не такая уж плохая могу сказать и в общем-то по профилю безопасности тоже она неплохая но опять-таки при несоблюдении параметров при какой-то индивидуальной индивидуальных особенностях анатомических особенностях и прочим могут быть и ожоги мягких тканей могут быть и подкожные рубцы и можно случайно задеть нервные окончания хотя здесь как раз шансов задеть меньше потому что все таки под ультразвуковым контролем до ведется процедура но можно даже вызвать паралич нервных окончаний можно задеть например ветки нижнечелюстного нерва можно собственно создать стойкие отеки этой процедуры например если работать в области вокруг глаз вообще честно говоря смаз чаще всего делается в нижней трети но и можно работать в области вокруг глаз и собственно там как раз риск сложнее не больше вот такой вот собственно момент то есть как бы когда они очень выражены да было еще возрастные изменения и нет большого избыточного веса и нет склонности к килоидным рубцам к килоидным рубцам нет каких-то других противопоказаний к аппаратным воздействием то в принципе процедура имеет шанс на существование но опять таки как а бы как мы сейчас рассматриваем те методы которые не оздоравливают кожу по сути риск конечно осложнение всегда есть рф лифтинг тоже относится к процедурам которые по сути кожу не оздоравливают и если аппарат опять-таки не совсем правильно настроен или отсутствует у него термодатчик до который может отслеживать собственно температуру кожи в режиме реального времени постоянно то могут в общем то тоже быть серьезные осложнения в виде фиброза подкожных рубцов потому что здесь как раз радиоволновое излучение то есть электрический ток он проникает в наиболее гигроскопичную часть нашей кожи то есть в дерму и там температура гораздо выше чем например на поверхности кожи поэтому эту процедуру достаточно комфортно переносит потому что мы когда мы достигаем температуры например 42 градусов условно говоря на поверхности кожи то есть эпидермис у нас более сухой скажем так и меньшим сродством к радиоволновому воздействию обладает и поэтому он разогревается меньше то есть и вот это вот радиоволновое воздействие оно как бы проскакивает проникает через эпидермис и в дерме начинает задерживаться от подкожно-жировой клетчатки еще больше отражаться то есть весь фокус вот это вот мишень до воздействия она приходится на дерму там как раз у нас расположены фибробласты которые вырабатывают коллаген эластины цель в общем-то рф лифтинга это подстегнуть их работу и собственно чтобы они выработали коллаген эластина больше кстати тоже забыла упомянуть возможно это важно что и у смаз лифтинга и рф лифтинга у этих процедур наибольшая эффективность то есть наблюдается в отсроченном варианте то есть сразу после процедуры может быть только постпроцедурный отек он конечно может разгладить кожу особенно если у вас изначально худощавое лицо с мелкоморщинистым типом старения если же ждать действительно таких результатов которые можно грубо говоря увидеть на гистологическом срезе тканей то это где-то спустя три месяца только два-три месяца после рф лифтинга где-то два месяца нужно на перестройку соединенной ткани после смаз обычно через 90 дней оценивают отсроченные результаты уже насколько он хорошо помог и поэтому здесь как раз риск если мы перегреем эпидермис и там будет уже больше там 42 градусов то в дерме уже будет не 53 которые мы хотим достичь а может быть там и 60 а при 60 градусов как известно белок сворачивается то есть мы получим как раз тот самый подкожный рубец и поэтому у рф лифтинга основные осложнения это как раз фиброз подкожной рубцы стойкая гиперемия опять-таки мы можем надолго надолго получить эту гиперемию и стать пациентом с эритоматозной стадии дерозации внешне и каждое дуновение ветерка контакт с водой все будет еще и больше усугублять стой гиперемию ну и банально ожог на если прям вот перегрели и что-то там случилось аппарат поэтому здесь все тоже очень нужно с осторожностью опять-таки отсроченный эффект должен быть то есть оценивать результаты процедуры нужно спустя два-три месяца они сразу вот и да совершенно верно силе с рф лифтинг это в общем-то не в полной мере контролируемый процесс он контролируем тогда когда качественный аппарат оборудование когда она либо допустим имеет стройный термодатчик и вы еще для как говорится для верности контролируете в процессе процедуры инфракрасным термометром рукой ну то есть чтобы не допустить не дай бог вот этого перегрева либо у вас допустим есть прекрасные там для рф лифтинга но очень дорогие аппараты пилевые которые делает та же компания ну и вообще это тот же аппарат сургитрон который мы удаляем всякие папилломы и прочее просто к нему компания ман сделал насадки да он стоит там порядка двух миллионов и или может сейчас уже дороже там не идет стройный датчик действительно но там должна с вами работать медсестра который режиме реального времени постоянно щелкает про красным термометром который идет в комплекте и измеряя температуру вот одному тоже можно конечно делать процедуру там достаточно быстро погревается кожа и надо есть свои нюансы короче и в общем там тоже надо конечно контролировать температуру можно пережить поэтому здесь в общем то от врача много зависит от оборудования много зависит и опять таки есть риск да потому что ну не все люди могут вот четко понять да вот этот врач хороший с большим опытом вот этот оборудование там очень хорошее а многие не имеют доступа к такой информации в той мере чтобы прям гарантированно был все хорошо да плюс у него может быть банальная склонность к образование килоидных рубцов а он до этого не травмировался так чтобы это пронаблюдать у себя и уж не прокалывал вообще ничего с собой не делал и не знает об этом во время процедуры лифтить рефлифтинга который захочет там например там в 38-40 лет вдруг сделать у него это все может проявиться вот то есть это достаточно тоже некотором роде опасная процедура контурная пластика да ну филеры и нить самая распространенная опять-таки я не буду касаться нюансов разных там какие бывают филеры какие бывают нити вот и собственно в основном филеры сейчас биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты но опять-таки если идет коррекция например каких-то опасных зон как например на слезная борозда действительно довольно часто и фатальное я бы сказала осложнение это имболии сосудов в области вокруг глаз то есть и человек теряет зрение безвозвратно опять-таки при нарушении техники введения дали каким каких-то индивидуальных особенностей анатомических у пациента которые не всегда возможно предугадать может быть и некроз ткани и грануляции или смещение эмиграции филера или может гель контурировать или так называемый эффект индали возникнет как правило когда гель поставлен слишком высоко не так как должен и он таким синим оттенком просвечивать вот могут быть инфекционные осложнения как раз у инъекционных процедур это довольно таки распространенное осложнение к сожалению и не всегда врач в эту вина иногда действительно бывает пациент плохо себя ведет после процедуры но вплоть до гнойных абсцессов и прочее также естественно нет гарантии что сделают так хорошо как хотелось бы а именно незаметно о чем мы вначале говорили можно пополнить как говорится когорту людей у которых как говорится все что они сделали видно издалека нити тоже имеют определенный ряд осложнений характерных именно для этой процедуры помимо тех которые возникают при инъекционной процедуре также может быть повреждение нервов веточек которые поверхностно выходят на лице могут быть ариентические реакции инфекции особенно если нить там не просто из полидиоксонона хирургический шовный материал допустим с какими-то еще ингредиентами например с полимолочной кислотой вот может быть миграция нити поэтому в основном сейчас если ставят нити ставят комплексные варианты обязательно фиксируют нитями с насечками потому что гладкие нити они зачастую особенно при отечности лица могут уехать вниз вот и да вы правы тоже усилий сейчас действительно дредлифтинг уходит уже с каких-то там если вот скажем так году в 2011 10 это было фактически на пике как бы нитями корректировали все что только можно там лоб там брови везде вот и были действительно уже тогда пациенты которых за версту видно было что они прошиты золотые нити лучше вспоминать это противопоказание для любых аппаратных воздействий наличие их в лице вот но слава богу их уже это было еще раньше и поэтому сейчас уже их не встретишь слава богу как бы и эти золотые нити тоже в качестве осложнения могли комковаться в клубки там где-нибудь в области подбородка и в общем эти клубки золотых нитей нетравматично удалить было практически невозможно если нить установленную просто ну правильно по крайней мере если она сместилась ее можно хотя бы вытащить то вот эти клубки золотых нитей это конечно в общем очень жестокая штука была но их уже никто я думаю не ставит соответственно нарушение мимики бывало что и выходили нити на поверхность у пациентов да то есть еж так называемый в каком-то одном месте двух местах ну их тогда конечно проще было подцепить и вытащить но это тоже осложнение и в общем-то никому неприятно когда вдруг из тебя начинает нитка торчать я таких пациентов видела вот и собственно как бы ничего хорошего в этом нет ну и собственно все эти процедуры как правило требуют того или иного обезболивания а анафилактический шок можно получить даже на обычную эмлу вообще на лидокаин часто встречается отек квинки анафилактический шок не даром стоматологи первое что спрашивают леча зуба переносите ли вы лидокаин вот это зубы золотые да хорошая шутка и собственно пластической операции как самый такой апофеоз так сказать изменений но самый из всех предыдущих процедур ну кроме быта может быть предсказуемый потому что там действительно как бы ну под контролем максимум возможного всего когда происходит пластическая операция но там есть всегда наркоз там есть всегда риск коротечения образование килоидных рубцов опять таки каких-то индивидуальных реакций до стороны человека и каких-то грубо говоря дрогного рука у хирурга то есть это всегда очень большой риск вот поэтому здесь как раз надо 10 раз подумать насколько нужно ли вернемся к нашему предыдущему слайду выглядеть на 30 в 50 или в 90 на 60 вот некоторым это не нужно они прекрасно себя чувствуют теперь мы перейдем к физиологичным методикам к тому что в принципе не несет таких больших рисков опять таки если соблюдать показания и противопоказания у нас много на самом деле на нашем ютуб канале по аппаратным методикам вебинаров проведено для косметологов и там конечно про противопоказания сказано уже все что только можно сказать понятно что беременность онкология какие-то хронически тяжелые заболевания наличие кардиостимулятора какие-то проблемы со здоровьем с эндокринной системой например они являются просто априори противопоказаниями использования аппаратных методик любых в рамках эстетической медицины потому что не все эти процедуры вообще нельзя использовать действительно лазерными например низкоэнергетическими лазерами или там микротоками можно заживлять трофические язвы у диабетика но мы как косметолог мы не можем взять того же диабетика инсулинозависимого на ту же самую лазерную биоритализацию в рамках эстетики здесь такой нюанс тоже есть но в целом те методики которые например аппаратные перекочевали из физиотерапии они все достаточно физиологичные какие-то более какие-то менее если нет каких-то грубых противопоказаний то они могут существенно улучшить качество кожи и я сразу хочу отметить такой момент очень важный что например все методики которые мы на предыдущем слайде разбирали то есть такие более жесткие они как правило работают с более глубокими слоями кожи под кожей жировой клетчатки там с мышечно-апево-невротическим слоем а как раз методики физиотерапевтические и воздействия поверхностные такие как пилинги например ультразвуковой или химические пилинги они работают именно с качеством кожи то есть их точка приложения в основном это эпидермис ну максимум дерма и если мы будем например даже прекрасно корректировать какими-нибудь филлерами объемы убирать дефекты но при этом не будем работать с качеством кожи кожа у нас останется допустим с гиперкератозом тусклая с воспалениями с пигментацией с теми же самыми сосудиками то к сожалению вот то что мы на самом первом слайде разбирали какие возрастные признаки мы считываем визуально та же самая пигментация морщины и прочее тусклая кожа плохой цвет лица дряблая кожа это все как раз в основном эпидермис по крайней мере и дерма то есть хорошее кровообращение нет отеков гладкий вовремя отшелушивающийся эпидермис это залог в общем-то и отсутствие воспалений например это залог ухоженного вида собственно лица в любом возрасте и к физиологичным методикам я бы отнесла ряд форезов то есть это ультразвуковой форез ионофорез ретропорация то есть это тоже с электрическим током связанный форез то есть проникновение каких-то активных веществ губокислой кожи то есть мы аппаратными методиками помогаем им преодолеть эпидермальный барьер то есть через роговой слой и все остальные как говорится пять слоев эпидермиса проникнуть как правило по путям наименьшего сопротивления через выводные протоки сальных потовых желез волосные фолликулы и попасть в каком-то количестве пускай небольшом в дерму там допустим оказать свое действие либо сосуды укрепить либо фибробласты простимулировать на выработку коллагена эластин но не таким агрессивным путем как например это делает рефлифтинг а более физиологичным мягким путем например воздействием каких-то ингредиентов ингредиентов косметических которые могут проникнуть там оказать либо как заместительной терапии поработали простимулировать деятельность тех же самых фибробластов или гиалурон синтаз то есть разновидности фибробластов которые эндогенную гиалуроновую кислоту вырабатывают то есть для этого мы берем либо ультразвук тогда это будет методика фонофорез ультрафонофорез либо берем постоянно электрический ток это будет ионофорез либо электрофорез его в физиотерапии называют или гальванофорез электропорация это уже воздействие переменным током чаще его называют безинъекционной миостерапией лазерофорез это использование низкоэнергетических лазеров не повреждающих терапевтических так называемых для того чтобы внедрить например гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи и это ряд стимулирующих методик я бы наверное сказала что самой физиологичной методикой вообще по отношению к лицу является микротоковая терапия и вот эта процедура с наименьшим количеством противопоказаний с наибольшим количеством позитивных эффектов именно позитивная стимуляция то есть предыдущие методики все которые у нас там с осложнениями они в основном являлись негативной стимуляцией то есть большинство из них ну либо просто блокировать блокировка нервно-мышечных терминалов как это делает ботулинотоксин остальное все негативная стимуляция что-то разрушить чтобы что-то новое образовалось более свежее молодое либо механические какое-то механическое изменение структуры ткани микротоковая терапия это как раз методика которая использует слабую силу тока импульсный ток в основном который имитирует нейроподобные такие токи импульсы нашей собственной нервной системы и воздействует на сосуды кровеносные лимфатические воздействует косвенно через сухожилие на мышцы у нас есть влог у нас есть семинар вебинары подробные по микротоковой терапии так что если кому интересно непосредственно про эту методику узнать то на ютубе поищите по ключевым словам на нашем канале и много полезного найдете на эту тему но могу сказать что микротоковая терапия она действительно хорошо оживляется отца убирает отечность она как раз поэтому используется иногда после повреждающих процедур чтобы убрать отечность вот согласно василиса вот и очень хорошо влияет на мимические мышцы лица причем не перестимулируя их например или наоборот как-то излишне расслабляя а именно приводя их нормотонус то есть те мышцы которые мы имеем в гипертонусе мы будем расслаблять причем достаточно физиологично мягко нежно вот этой малой силой тока а те которые находятся у нас в гипертонусе например средний третий чтобы у нас подтянулось лицо и разгладилась носогубку мы будем стимулировать то есть не накачивать а приводить в нормотонус кстати нормотонус мышц является целью не только микротоковой терапии но и большинства правильных физиологичных массажных техник вот я не отношу агрессивные массажные техники к физиологичным в общем как бы и поэтому я имею ввиду как раз классическую классический хороший массаж не обязательно классический массаж там по хабадзе а там тот же самый хиромассаж тот же самый те же самые мануальные лимфодренажи которые в общем-то помогают коже находиться в хорошем состоянии частично физиологичная конечно методика является электромиостимуляция но она более физиологична при использовании на теле на лице все таки стимулировать мимические мышцы непосредственно вызывая их сокращение ну не очень рекомендуется потому что это равносильно гимнастике для лица а как известно гимнастика для лица ну за редким резким исключением упражнений которые имеют собственно какую-то доказательную базу и собственно эффект эти движения знают как правило врачи лфк который работает с порезами с там с вялыми параличами на лице вследствие инсульта в примеру вот остальное все как правило от лукавого и в общем скачать мышцы на лице нам точно не надо потому что потом это все под тяжестью своей поплывет вниз если действительно накачать поэтому на лице все должно быть в меру лазерная терапия тоже относится к стимулирующим методикам хотя частично она относится и к форетическим потому что при помощи нее можно усилить пенетрацию низкомолекулярной гиалуроновой кислоты процедура будет называться лазерная биоревитализация но мы тоже достаточно часто проводили всякие обучающие мероприятия на тему лазерной терапии регулярно обучаю студентов на эту тему и надо понимать что лазерная биоревитализация это всего лишь там может процентов на 20 это форет гиалуроновой кислоты а на остальные 80 процентов это стимулирующее воздействие самого лазера и там уже идет воздействие и на эпидермис и на дерму на капилляры и на лимфатические сосуды поэтому в общем тоже достаточно физиологичная процедура если соблюдать все показания против показаний ну из деструктивных методик которые можно отнести к физиологичным это в принципе ультразвуковой пилинг я бы отнесла потому что это довольно таки щадящая методика если конечно не делать его каждый день а как положено не чаще раз в неделю а то и реже и работает он на поверхности кожи ультразвуковая волна не разрушает роговой слой эпидермиса просто убирает гиперкератоз то есть излишне роговевшей чешуйки которую мы предварительно разрыхлили допустим каким-то дезинкрустирующим средством дезинкрустирующим гелем гельтековским к примеру а хотим усилить эффект так еще энзимную маску можем поверхностный энзимный химический пилинг перед этим нанести и будет у нас к лице эффект вдвойне и поверхностно-химические пилинги да то есть я не беру такие вот тоже агрессивные которые требуют реабилитации которые образуют на лице корку то есть теса там я не беру в расчет я беру как раз с небольшим процентом кислот ну или там допустим с большим но с не очень высоким с не очень низким ph да то есть как бы когда у нас не идет разрушение прямо эпидермиса вплоть до дермы а идет именно отшелушивание хорошее да придает химический пилинг гладкость кожи убирает какой-то избыток допустим кожного салов избавляет от комедонов иногда избавляет от воспалений у нас например сейчас вот новый вышел из сезона на миндальной кислоте миндальная кислота она неплохой кератолитик при этом она хорошим антимикробным действием обладает поэтому тут как бы два в одном вот плюс там антиоксидантное действие дает фируловая кислота плюс молочная кислота ну и все эти три кислоты можно использовать практически даже летом ну понятно с летом с осторожностью но в общем то они не фототоксичны и проникают не так глубоко как например та же самая гликолевая кислота вот и собственно вот эти поверхностные химические пилинги как правило применяются они курсом на то они поверхностные но учитывая то что наши женщины опять-таки вернемся к феминизму упомянутому мной в начале вебинара все конечно работают да не мало кто может сидеть себе позволить дома там реабилитируется две-три недели после процедуры поэтому в общем то такие воздействия которые можно сделать малой кровью условно говоря вот скажите наталья пару слов так кстати как вам он если есть возможность пилинг да я тоже очень на этапе тестирования понравился как такой щадящий мягенький но в то же время достаточно эффективный и то что его можно использовать этот пилинг как флеш пилинг на выход то есть если мы в одно нанесение не в три слоя да будем использовать его и не будем там допустим сильно долго выдерживать то можно сделать как флеш будет натянутая гладкая такое хорошее красивое лицо если перед каким-то событием но опять конечно надо смотреть как кожа будет реагировать на тонкой там гиперчистотной кожи я бы не стал его как флеш использовать а вот на допустим плотный комбинированный жирный вообще замечательно так вот вот эти все методики они в общем-то физиологичны то есть они по сути кожу оздоравливают либо мы форезами привносим какие-то вещества которые которых нам не хватает теперь те же самые ультра низкомолекулярной формы гиалуроновой кислоты те же самые антиоксиданты витамины и прочее да пептидные какие-то ингредиенты которые можно например использовать допустим после лазера лазерной терапии на их усвояемость можно так сказать кожей увеличивается то есть это так называемый отсроченный фотофорез можем использовать ультразвуковой пилинг для подготовки той же самой чувствительной коже каким-то процедурам ну если кожа неплохо переносит химические пилинги вот и собственно массажной техники курсами микротоковая терапия курсами она позволяет оздоровить кожу и таким образом мы кожу сделаем ухоженной без всяких викторов спасибо василис вот но я стараюсь дипломатично конечно бывает что имение дипломатично могу если что-то прям совсем из ряда вон выходящее но в общем в принципе я за меру вообще во всем вот и если вы обратите внимание да на ту картинку которую я привела как в общем-то женщин например женщин которые несмотря на свой возраст даже как бы являются как искать иконами стиля и внешности у них у всех достаточно худощавый вид то есть как бы стабильный вес в течение жизни это в общем некотором роде тоже некий залог того что человек будет выглядеть более старшем возрасте более молода потому что нет перерастяжение туда-сюда кожи меньше обвисает и при склонности до при дифференционном типе старения кожа вниз и собственно здесь как раз вот стабильный вес и относительно правильное питание играет достаточно большую роль регулярные физические нагрузки как бы банально не звучало это тоже тоже к сожалению необходимости чем старше человек становится тем больше этой необходимостью становится только единственно понятно с учетом возраста там аккуратно этим заниматься но регулярные физ нагрузки они просто стимулируют кровоток и лимфоток организме и поэтому трофика тканей любых да в том числе кожи там ногтей волос которые вообще у нас снабжаются питательными веществами кислородом по остаточному принципу сначала более важные органы получают всегда все полезное это как раз очень важно и многие люди которые в достаточно уже серьезном возрасте постбальзаковском занимаются спортом не таким которые разрушают организм не очень нагружен а именно оздоравливающим спортом близким к лечебной физкультуре скажем так они всегда даже говорят о том что они замечают что если они пропустили какой-то причине там болели еще сюда йога пилатес там много вариантов есть там та же самая скандинавская ходьба которую активно как раз вот блогер минский ольга шатыка да вот который вот левая картиночка была такая очень красивая женщина в возрасте она как бы ее пропагандирует на самом деле сейчас очень много людей стало увлекаться вот этой ходьбой и в общем очень хорошо это влияет то есть не обязательно там штанги тягать да это как раз наоборот не нужно а вот да вот такие вот как наталья пишет тренировки пилатес йога латес на здоровая спина то есть это в принципе все из лечебной физкультуры пришло в некотором роде это как раз хорошо очень влияет на суставы на кровоснабжение мышц на но то что нет атрофии какой-то да то что человек вообще более выносливый становится да и собственно вот так понятно вот растяжки обязательно кстати когда есть какие-то нагрузочные упражнения да всегда нужно растягиваться вот но насчет покраснения кожи полин я иногда могу не согласиться потому что есть пациенты действительно с сосудистыми с хрупкими сосудами те же самые пациенты с разация или пациент с куперозом которым наоборот нужно физические нагрузки осуществлять вот кардио там что-то такое то что не вызывает сильного прилива крови к лицу например вот то есть здесь как раз надо тонкую грань вот эту уловить но совсем без физических нагрузок конечно никак нельзя вот и тут нас наталья написала свой опыт с нашим новым пилингом так и зимную маску для да я тоже зимную маску наношу как раз кстати недавно видео сняла потом у нас смонтируют выложит саму процедуру вот с этим пилингом как раз и земной масочкой вот может быть скоро выйдет то что у нас не так много процедур выложено на канале именно которые вот можно увидеть тут как раз такая подвернулась возможность отснять до тоник можно с алоэ я чисто гсаха кислотами тоник беру если вижу что кожа плотная и не будет сильно реагировать потому что чем мягче мы вот снизим ph до нанесения пилинга тем собственно у нас равномернее он проникнет и меньше будет вот такой какой-то реактивности него то есть если просто на кожу защелачена до условно говоря сразу ph там меньше трех нанести дату будет и больнее и неприятнее и может неравномерно проникнуть поэтому принципе да все правильно и в общем после да вы после интенсив омоложения положили spf 50 вот все абсолютно хорошо 3d хорошо после нанести там с тремя видами гиалуроновой кислоты в принципе любые активные сыворотки после пилинга будут нормально работать если пациент реагировал ну так чуть более чувствительно чем хотелось бы тогда можно нанести интенсив регенерацию гель да это же закрытие spf 50 если мы не вечером делаем пилинг вот и да действительно лицо становится равномерным вот кожа жирная комбинирует самый-самый нужный пациент для того чтобы делать именно этот пилинг очень хорошо вот его можно делать раз в неделю то есть если кожа более чувствительная или там видите что не нужно то можно делать его раз там полторы и две недели то есть и курс оптимальный где-то 5-6 процедур и собственно получается уже такой достаточно устойчивый результат вот мы немножечко отклонились вот по поводу физиологичных методиков методик то что я как раз сказалось вопросы задавайте вот по поводу протокола базового ухода да ну я его здесь включила в этот вебинар но вы все прекрасно знаете да то есть это демакияж можно использовать любой из наших средств причем у нас сейчас высли вышли очень приятные пенки но 1 много раньше вышла с алоэ вера очень мне нравится этот запах такой вкусненький сейчас вышла еще с витамином c он такой же мягкий как гель очищающий только в виде мусса а с алоэ вера немножко пожестче пеночка и вот этот витамином c он цитрусовый имеет аромат так что кто любит такие цитрусовые свежие запахи легкие вот очень приятно им когда умываешь их вот этим муссом с витамином c ну вот потом идет глубокое очищение либо можно заменить на ультразвуковой пилинг дальше естественно мы восстанавливаем page используем тоник по типу кожи там допустим для чувствительной кожи с алоэ вера вот как наталья взяла в протоколе пилинга можно взять допустим для сухой кожи с гиалуроновой кислотой эластином можно взять для возрастной кожи как раз я очень люблю лосьон концентрат нео в качестве тоника используйте дома и в кабинете можно использовать саха кислотами сесть к этому показания то есть выбор достаточно большой и дальше уже идет этап активного ухода вот сюда мы уже включаем какую-то физиологичную аппаратную процедуру или массажную технику или вот тот же самый пилинг или мы делаем чистку да но тогда у нас немножко глубокое очищение будет более серьезным то есть если мы делаем уходовые процедуры то мы можем по энзимной пектиновой маске сделать массаж влажными руками и собственно смыть ее и дальше приступить к аппаратному воздействию или там к продолжению а если мы делаем чистку и цель пациента все-таки чистка но возрастные пациенты резко редко на чистку на самом деле приходят потому что у них уже нет этой проблемы чаще всего и даже если была жирная кожа в молодости то просто поры атоничные да иногда они приходят как бы на такое некое подобие чистки чтобы получить более гладкие лицо более ровный рельеф и стянутые поры но они как правило поры если была жирная кожа и сильно закупоривалась в юности и молодости то потом поры зияют и атоничные да и там уже как говорится свои нюансы вот но если чистка значит мы тогда просто энзимную маску под пленку кладем 15 минут выдерживаем и дальше можем чистить маска следует после активного ухода завершающая завершающая маска это всегда либо на сыворотки мы кладем альгинат либо мы естественно сыворотки по показаниям уже смотрим антивозрастные это чаще всего комбинациями релакса с аргирелином 7 процентным актив лифтинга либо если есть сосудистые проблемы они преобладают можно антикуперозный гель использовать если кожа сильно обезвоженная можно 3d увлажнение использовать ну это уже наши такие препараты которые себя уже не первый год зарекомендовали поэтому я думаю все вы их прекрасно знаете и совершенно замечательно вот в завершающий уход включать мою любимую маску которую делаем мы и многие из вас с моей подачей из геля для сухой нормальной кожи нео в комбинации с одноразовой масочкой такой вот и собственно пропитанной лосьонным концентратом нео сверху сухой полотенчик и через 20 минут у нас фарфоровая кожа после чистки тоже замечательно в качестве успокаивающей маски делать эту маску чтобы человек пошел как говорится без следов экзекуции на лице обратно в социум и дальше соответственно завершаем мы процедуру всегда финальным средством линеечка у нас пополнилась у нас есть помимо нашего универсального крема увлажняющего есть еще и крем для комбинированной кожи spf 15 они похожи там немножко отличаются концентрации компонентов чуть повыше spf и другой немножко запах более такой свеженький увлажняющий такой более сладковатый крем мульти протектор spf 50 плюс если нужно защищать от солнца от солнца и собственно уже какие-то узкописпилициализированные средства если в них есть необходимость ну например можно закрыть процедуру антиоксидантным коктейлям это крем это матрикс если кто о нем еще не знает но он уже достаточно тоже давно вышел хотя относится к новинкам его очень любят пациенту у кого кожа ближе к сухости как мы стали наблюдать хотя он это легкая текстура можно и на комбинированную кожу даже на жир нанести пор не забьет но вот почему-то сухокожей очень любят и у него в составе есть светоотражающие частички они дают такое как бы внутреннее свечение сияние soft focus эффект вот такую немножко декоративную функцию имеет вот чистки я люблю последнее время закрывать альфа дермом когда он наконец вышел мы его разрабатывали достаточно долго поэтому я-то опытными образцами уже давно закрывал чистки вот ну вот дождалась наконец что он вышел и вот теперь можно сывороткой с миндальной кислотой чистки закрывать а также в регулярный уход назначать очень хорошо альфа дерм работает на проблемной коже на кожу с гиперкератозом с пост воспалительной пигментацией ну по крайней мере на более молодых пациентов чем те которые берут в уход интенсивный ретинол но еще у нас такое наблюдение было за период клинических испытаний от косметологов наших что альфа дерм в общем-то кислотная сыворотка с кислым ph совершенно замечательно работает с покраснениями то есть принципе ее можно пробовать при даже наверное эритоматозной стадии розации естественно вне обострения либо склонности к покраснениям каким-то локальным да после обморожения например носа того же у нас была пациентка на тестирование у коллеги у которой много лет был красный кончик носа и она как раз тестировала альфа дермы удивилась что спустя там три-четыре недели у нее заметно посветлил кончик носа практически сравнялся со всем остальным лицом вот поэтому вот и его такое действие на покраснение тоже можно брать на вооружение вот это вот такой базовый протокол ну и в заключение что я хочу сказать о принципах и вообще подборе косметики для возрастной кожи чтобы она продолжала выглядеть ухоженной понятно что мы с вами знаем что кислоты ретинол пептиды это три столпа на которых стоит вообще весь возрастной уход но самое главное это мягкое очищение восстановление ph то есть если в 25 лет мы забыли тоником протереться после умывания и вообще умылись хозяйством было может быть за пару раз нами ничего не произойдет я уж так утрирую конечно вот но все же но в более старшем возрасте конечно монкирование восстановление ph и барьерной функции поддерживанием йода то есть использованием тоников это конечно может закончиться гиперчувствительностью и усугублением каких-то проблем в виде того же самого купероза или покраснения вздражений поэтому средства для очищения должны быть мягкие бессульфатные но из гельтек все подходят под это определение а для подбора тоников конечно возрастной самый лучший тоник я считаю лосьон концентрат него понятно 6 кожи сухая очень хорошо гиалуронку любит нашу с эластином гиалуроновая кислота с эластином тоник гелевой текстуры такой как тонер вот он конечно тоже очень востребован также можно использовать по вечерам на пиротоник саха кислотами но это уже более интенсивный уход или когда есть склонность к воспалениям который сохраняется допустим акне тарты да к примеру пациента то есть в возрасте серьезным еще есть воспаление или сейчас у многих масками этими усугубляются воспаление очень часто вне зависимости от возраста поэтому после ношения масок как раз такие с слабокислым ph средства они очень хороши у меня есть влог на эту тему отдельный где я даже показываю как из подручных средств маску сделать так что если кому интересно можете посмотреть наш влог на ютубе вот посмеяться и заодно какие-то полезные лайфхаки для себя узнать вот а здесь мы сейчас говорим о возрастном уходе то есть регулярное отшелушивание нам обязательно нужно потому что у нас возрастом кожа замедляется ее обновление поэтому энзимная маска наш лучший друг ну у кого есть домашние там например аппаратики с ультразвуковым пилингом у ваших пациентов пускай они их используют не проблема если как говорится не серии заставь бог молиться и лоб расшибет да то раз там в неделю в две в три спокойно эту лопаточку можно использовать только не ожидать от нее чудес которые обещают маркетологи при ее продаже соответственно но можно прекрасно обойтись просто энзимной маской домашнем уходе опять-таки можно по ней сам массаж делать влажными руками а можно под пленку класть через 15 минут смывать смывать лучше всего вот такими вот полотенчиками смоченными водой отжатыми потому что хорошо еще дополнительно вот это трение ткани об кожу дает такой полирующий эффект а если кожа с очень сильным гиперкератозом и плотная грубая то даже допускается использование скрабов ну изредка да хотя бы там раз там в три недели после энзимной маски можно взять наш скраб вот это вот энергообновления я о нем упоминала как-то тоже каких-то вебинарах что несмотря на то что он вроде бы как позиционируется как боди серия да то есть для тела то благодаря тому что у него очень мелкий и очень густой много его абразив вот этот вот гладенькая вот эта пемза отшлифованная если не наяривать прям с большой силы не тереть а легонечко аккуратненько использовать то можно в принципе использовать на лице и если естественно понятно не тонкая чувствительная какая-то кожа а нормальная жирная комбинированная достаточно плотной кожи замечательно главное не делать только этого часто да то есть если зимную маску можем один-два раза в неделю использовать как энзимный пилинг легкий то вот добавлять скраб ну я рекомендую не чаще чем один раз в 3-4 недели но помогает хорошо полирует вот если есть к этому показания вот и дальше у нас вступает тяжелая артиллерия да обязательно у нас идут какие-то средства которые работают конкретно с проблемами то есть либо с сосудом либо с пигмента с либо с тем и с другим с на самом деле возрастными изменениями понятно что на первом месте тут конечно ретинол но чаще всего его и отбеливающие компоненты у нас тоже кстати вышла сыворотка не так давно brightening skin которая помимо отбеливания еще антиэйдж свойствами обладает ножка разглаживает морщинки то есть укрепляет кожу и и в отличие от ретинола можно использовать ну скажем так более безопасно нежели ретинол до в период активного солнца но даже ретинол например странах где нет зимы используют практически круглогодично возрастной категории 45 плюс единственно что нужно правильно защищаться от солнца то есть если мы используем ретинол используется только вечером но также как и отбеливающие всякие препараты чаще всего за исключением нашего пектинового геля который можно и утром и обязательно нужно избегать прямых солнечных лучей вообще нахождение на солнце если мы используем ретинол то должны быть какие-то головные уборы бейсболки там шляпы созависимо что человек что человек носит ошибку нашла у себя пилинги вместо пилинги написал ну ладно я думаю меня простить и собственно тогда можно использовать практически круглый год если вы едете в отпуск там куда-то отдыхать на море планируется загорать то просто где-то недели за три отменяете ретинол и спокойно едете отпуск не забывая защищать кожу от солнца максимальным сп фактором да например наш мульти протектор 50 плюс или какой-то еще другой любой подходящий вам солнцезащитный препарат также кислоты хороши в домашнем уходе для возрастной кожи вот пилинг тот же самый до курсом в осенне-зимний период или использование постоянное сыворотки например эльфадерм с аха кислотами комплексом и с миндальной кислотой 5 процент на которые которые мягко воздействуют то есть это не пилинг как бы от него никто не шелушится это именно такое средство для регулярного ухода которые борются ну в основном с гиперкератозом и параллельно еще достаточно глубоко увлажняет если сочетать ее с применением интенсивно увлажняющих сывороток например с маломолекулярными формами гиалуронки а-ля там 3d или интенсивное увлажнение то эффект как в разы возрастает единственное что если мы применяем альфа-дерм мы под него не должны использовать пептиды например мелоксанты такие как синейк или аргелирин аргелирин он менее скажем так критичен к ph синейк однозначно критичен просто развалится под кислой сывороткой и собственно просто если мы используем альфа-дерм то мы тогда миорелакс используем утром либо мы как говорится не каждый день используем альфа-дерм тогда мы в те дни когда нету вечером либо кислот либо ретинола можем использовать миорелакс утром и вечером ну а сочетание пептидов ретинола и кислот у нас тоже есть в логе достаточно подробные есть даже вебинары где я эту тему затраги например уход за кожей 40 плюс есть нас вебинар большой поэтому там можно все подробно послушать и задать в комментариях какие-то вопросы которые мне перешлют и я на них тоже отвечаю регулярно соответственно препараты сосудоукрепляющими компонентами опять как я уже говорила пептиды интенсивно увлажняющие компоненты это все что должно быть у возрастного человека в уходе в рутинном то есть молодой может эпизодически этим воспользоваться да может не пользоваться там достаточно поверхностного увлажнения какого-нибудь а уже даже уже 35 плюс я уж не говорю о 45 50 там и 60 плюс вот эти все компоненты конечно должны быть уже в рутине то есть понятно что мы не обойдемся одной умывалкой тоником и одним каким-то средством если мы хотим действительно поддерживать состояние кожи более активно и интенсивно будет у нас конечно набор баночек достаточно такой арсенал внушительный и главное грамотно сформировать вот эту вот свою уходовую рутину какие-то препараты используются не каждый день какие-то только вечером какие-то утром и вечером какие-то обязательно должны использоваться в сочетании с защитой от солнца и собственно защита от солнца это самый наверное важный самое важное в уходе за кожей потому что как раз фото старение оно является провокатором всех возрастных изменений изначально и потом уже к нему подключается хроностарение в связи с возрастом когда изменяется текстура и строение структуры кожи но в общем-то применением спф и антиоксидантов косметики которые устойчивость кожи к ультрафиолет повышает там те же самые витамины а c е там какие-то экстракты планктона зеленого чая и прочее там биофлавоноиды такие как липосомальный дигидрокверцитин но это я говорю о тех компонентах которые в нашей косметике встречается есть еще различные там ресвератрол тот же самый у нас скоро возможно появится тоже с этим компонентом средства вот он пока нет но в общем это все помогает отсрочить фото старение его проявления и собственно таким образом мы опять-таки продлеваем молодость кожи и цель домашнего хода это как раз вот улучшение качества кожи гладкость сияние равномерный тон свежий такой цвет лица до не тусклый уровень увлажненности мы должны поддерживать постоянный хороший в том числе и пить достаточное количество воды плюс профилактика и частично устранение возможно возникшей пигментации работа сосудистыми нарушениями понятно что теле ангиэктазии мы не можем убрать косметикой и можем их только механическим путем убрать но например предотвратить появление новых мы можем используя сосудокрепляющие компоненты те же самые экстракты конского каштана листья красного винограда тот же троксирутин опять-таки тот же витамин c и прочее прочее вот то есть здесь мы работаем как раз с качеством кожи и в основном с эпидермисом и дермой вот понятно что если мы осуществляем там лимфодренаж там работаем с норма тонусом мышц мы еще поддерживаем изнутри как бы это все вот но собственно важно эпидермис держать состояние тоже он первым да как одежда лицо оценивают по эпидермису человека по одежке встречают зачастую к сожалению ничего не поделаешь вот что искать составе средств как я уже говорил да то есть вот эти все компоненты то есть кислоты причем именно для регулярного ухода либо для эпизодического какого-то но не сильно агрессивного воздействия ретинол активной форме ретинол то есть не ацетат и пальмитат а чистый ретинол или ретинольдегид должен быть составит в составе нашего ретидерм 025 там два вида ретинола основная масса его в липосомальной липосомальной форме находится и немножечко свободного ретинола вот может быть только липосомальным пример вашем каком-то средстве пептиды их много у нас есть тоже отдельные видео на эту тем не буду подробно остановиться с ними мелоксанты такие как горгири линзе наикле у фасил есть и матрикины такие матриксил как наши крем-сыворотки для век с эффектом лифтинга вот есть различные стимулирующие пептиды есть ну то есть сейчас масса синтезирует всяких разных есть пептиды меди до который комплексным действием обладает то есть в принципе в косметике пептиды возрастной да это очень хорошо я с осторожностью отношусь к факторам роста в косметике они конечно имеют право на существование в каких-то средствах которые стимулируют заживление ран например да но вот в обычном рутинном уходе я честно говоря с осторожностью к ним отношусь пока нет достаточно такой статистики по их полной безопасности а так как на коже у нас могут быть и какие-то не очень доброкачественные образования да мы можем не знать об этом думать что это родинка это например базалиома какая-нибудь растет и стимулирует дополнительно рост вот этих вот атипичных клеток например факторами тгф которые могут сейчас часто достаточно встречаться в антивозрастной косметики я бы поостереглась вот поэтому проще использовать проверенные вещи такие кислоты ретинол обычные пептиды антиоксиданты такие как витамин а витамин ну витамина это ретинол и есть да ну то есть он тоже антиоксидантом эффектом благодаря кстати если у вас в креме находится просто ретинол и пилометат да какой-нибудь то это антиоксидант а если у вас чисто ретинол и ретинольдегид то это уже ну довольно таки сильный антиэйдж агент вот рисуратол биофлавоноиды не оценомид очень классный ингредиент который работает и сосудистыми проблемами и поры сужает то есть нормализует выработку кожного сала то есть у него очень много всяких функций тоже он очень хорошего антивозрастной косметики желательно чтобы он был в концентрации там не 0 сколько-то процента хотя бы процента 3 до 3 до 5 считается такая вот хорошая концентрация но больше трех процентов иногда плохо переносится людьми потому что бывает что от него тоже покраснение да или например если человек какие-то сочетания немножко неправильно делать да то же самое не оценомид он в кислой среде может быстро переходить в форму чисто никотиновой кислоты свободной да и вызывать покраснение а например в при нормальном паше он так и останется не оценомидом будет работать не вызывая каких-то негативных явлений то здесь уже надо смотреть как сгруппировать свою рутину всякие очень хорошо для кожи конечно возрастной средства барьерные которые восстанавливают гидролипидную пленку про и пребиотики если есть такая необходимость ну то есть использую использовался наверно курс антибиотиков человек пил да например ли мазал на кожу по какой-то проблеме или там допустим глюкортикоиды у него либо внутрь принимает либо на кожу мажет по какой-то причине и тогда как раз про и пребиотики то есть как нашем пробиоски не лизаты бактерий альфа глюкан и нулин они неплохо восстанавливают вот эту все микрофлору да и соответственно становится меньше патогенные микрофлоры на коже и именно восстановитель гидролипидной пленки ну тут конечно хит наш новый ну относительно уже новый за зиму он себя хорошо зарекомендовал это гель церамид скенсейвер многие наверное его уже пробовали с церамидами с кучей всяких полезных масел и собственно без воды то есть его можно использовать в бытовом смысле как защитное средство для сухой кожи от мороза от перепадов температур ну а в кабинете мы используем как правило для того чтобы замаскировать зоны на которые не должен попасть пилинг к примеру и в домашний уход и реабилитационном периоде после каких-то агрессивных воздействий когда вот корочки на чтобы смягчалось и допустим шелушение убирать капилляры протекторы то есть все сосудокрепляющие компоненты их уже перечислила интенсивные увлажнители не только гиалуроновая кислота естественно и фукагель без хоридная смола и банальный глицерин в небольшом проценте но мы знаем что в европейской косметике глицерин не используется в большом проценте мы не в таиланде живем и в общем он абсолютно безопасен и хорошо увлажняет используется в концентрации там не более четырех процентов в российской европейской косметики то есть та которая не предназначена для какого-то там в тропиках использования вот так же хитозан очень неплохо увлажняет поэтому в принципе ищем эти компоненты в составе и какие-то декоративные эффекты вот я подробнее эту тему все разбираю в уходе 40 плюс то есть можно в принципе посмотреть вебинар тоже и там долго об этом разговариваем вот и вот про сочетание я тоже этот слайд сюда включила потому что важно конечно если мы используем такие серьезные активы их правильно сочетать да не надо ретинол использовать утро не надо не ациномит использовать совместно с кислой витамин кислой формой витамина c с низким ph да и наносить их одновременно или друг за дружкой не нужно допустим наносить кислые какие-то продукты на поверх пептидов миролаксантов мы просто их разрушим и не получим никакого эффекта вот если допустим нам нужно какие-то стимуляторы обновления на существительной кожи мы можем допустим смыть средства которые казалось бы предназначен для постоянного нахождения на коже например если у человека очень чувствительная кожа но есть гиперкератоз и он альфа дерм например на целую ночь там не очень переносит он может походить с ним пару часов и потом смыть и также мы если используем активы такие равноценные можно сказать по силе действует то либо это же правило относится к spf то оптимально наносить их с интервалом в полчаса чтобы они успели подействовать но если мы утром собираемся на работу и очень спешим ну хотя бы там 5-10 минут между сывороткой и кремом подождать да или между двумя разноплановыми сыворотками и кремом вот ну и не перебарщивать с активами чем лаконичный состав наших средств тем меньше вероятность аллергии вот сезонность нужно учитывать но как я уже говорила вот в середине приблизительно нашего бинара что сезонность мы учитываем тогда когда мы не можем адекватно защитить кожу от солнца вот а если мы можем ее например люди которые живут в калифорнии или в израиле они прекрасно используют и пилинг и ретинол в своем уходе да и в интенсивном уходе и в домашнем уходе но они приучены защищать кожу от солнца правильно хорошо и эффективно вот тут у нас несколько вопросов прилетела так 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 с витамином c похож на да там такая же цитрусовая душечка как бы которая просто питательном массаже там еще настоящие эфирное масло апельсина есть а в витамином c с пеночки там конечно эфирных масел нет вот а в составе составе пенки вы ален имеете ввиду в составе там в принципе те же мягкие павы что и в пенки с алоэ верой в нашем геле очищающим то есть там основной компонент это кокол козе глюкозит и т.к. глутамат и купаж трав там еще там и имбирь и в общем собственно сам витамин c и мелиса там в общем в пеночке с витамина c там еще купаж такой используется из экстрактов растительных вот но понятно что все средства которые смываемые они недолго же находятся на коже поэтому ожидать каких-то чудес от активов в очищающих средствах я не вижу особого смысла приятно и приятно действует нравится запах нравится главное чтобы пау то есть поверхности активные вещества были мягкие и щадящие чтобы они смягчали воду которую мы умываемся вот чтобы они не раздражали кожу обязательно пациентам говорим чтобы она не наносили все чаще средства на влажную коже туши есть те кто любит по сухую кожу пенку нанести на сухую кожу наносится только масло содержащие очищающие средства то есть гидрофильное масло ну даже молочко на влажную порой наносится но когда нужно жир жиром растворить а вот все гелевые очищающие средства все наносятся на влажную кожу мы сначала кожу смочили потом умылись еще такой лайфхак могу поделиться сейчас у многих на кухне стоит сайт фильтры с обратным осмосом вот этот краник тоненький такой Или двойной кран у вас, из которого вы питьевую воду в чайник наливаете или в термопод. И у многих это есть. И пациенты с чувствительной кожей, они зачастую очень плохо реагируют на водопроводную воду обычную, но достаточно мягко и хорошо реагируют, точнее никак не реагируют на умывание с водой из этого краника. И не так уж много ее уходит, не больше на умывание чашки воды, которую вы себе в чай наливаете, уйдет. И поэтому можно советовать умываться вот этой водичкой для того, чтобы мягкая, более мягкая вода, она не так раздражала чувствительную кожу, особенно у тех, у кого кожа, например, сразация. Вот, фитоэстроген. К фитоэстрогенам я, в принципе, нормально отношусь. Фит культура яблока, малюс доместика у нас, кстати, в интенсивном омоложении она есть. Многие ее любят, ССДРМ ее любят еще в многих в антиэйчных средствах. Я видела, малюс доместика, умидер, по-моему, тоже, если не ошибаюсь. И, в принципе, это хороший достаточно компонент, и он не является, по сути, эстрогеном. Он просто стимулирует обновление клеток, эпидермиса в основном. И тоже способствует улучшению качества кожи, то есть улучшению гладкости, светимости, то есть когда свет отражается хорошо от гладкой кожи. Камбуча тоже, вот этот чайный гриб, неплохой компонент, он как раз как антиоксидант работает. А про альфадерм, кстати, не только про альфадерм, если вдруг кто у нас первый раз и не знает, у нас на сайте, да, вот Наталья уже прям, прям фактически мой ассистент Наталья стала. Вот, быстро прям, раньше, чем наш администратор, который здесь в чате где-то есть, прислала ссылочку. У нас просто, я записала практически на все наши продукты, ну, там, может быть, на какие-то, если не успеваю, когда новинка выходит, ну, практически сразу записываю видеообзоры, и вот можно о них ориентироваться. Потому что описания, ну, краткие, да, они не всегда полную информацию содержат, хотя мы стараемся наиболее полно на сайте писать. Вот, но вот видеообзоры можете посмотреть, у нас на каждый продукт есть видеообзор, и я там подробненько рассказываю, что с чем сочетать, как применять, с чем не надо применять. В общем, очень, как бы, такие емкие, небольшие по времени обзоры. Они у нас и на Ютубе висят, но проще с сайта, то есть вы зашли в карточку продукта, и внизу там есть видеообзор, то есть можно его посмотреть. Так вот, собственно, сезонность и время суток, вернемся, да, к нашим баранам уже, чтобы нам уже закончить. То есть мы всегда учитываем, да, то есть чем более повреждающую процедуру, тем больше у нее сезонности, да, то есть, грубо говоря, если у нас кислоты в регулярном уходе, мы теоретически, или там ретинол, защищаясь от солнца хорошо, можем применять практически круглый год. Вот, а если у нас процедура нарушает целостность кожи, да, и могут спровоцировать пигментацию, тогда мы все-таки их оставляем на осень и на зиму. И тоже используем большой по уровню санблок, да, то есть если мы делаем пилинг, то мы не ориентируемся на индекс инсоляции, используя, допустим, солнцезащиту, а берем сразу 50+, даже если мы в феврале делаем пилинг или там в декабре. Есть кислоты, которые считаются к наименее фототоксичными, как раз наш пилинг, там называется всесезонный, да, что в нем миндальная, молочная и фируловая кислота. Они, в общем-то, действуют поверхностно достаточно, плюс еще и не такие фототоксичные, не глубоко проникают, и PH, там, пилинга 2,46 всего. Но это не отменяет необходимости использовать SPF в нем обязательно и желательно максимальная цепень защиты. Ну, хотя бы не меньше 30. Вот, соответственно, время суток мы учитываем, да, понятно, что пептиды, увлажнение, все мы можем использовать, как говорится, и утром, и вечером. Как правило, восстанавливающие барьерные средства, которые содержат в составе даже летучие силиконы, да, или там много масел, лучше использовать в первой половине дня, а не вечером. Вечером кожа все-таки должна более легкими какими-то средствами быть ухожена и отдыхать от какого-то такого многослойного пирога. Вечером как раз хорошо отбеливающие средства, ретинол, кислоты работают. Ну, или легкие сыворотки. Ну, и, собственно, если какие-то у вас останутся вопросы, и вдруг вы их сейчас не успеете задать, то вы всегда их можете задать на наш e-mail и пометить там вопрос косметологу в теме письма, и мне перешли на почту. Как только я в почту залезаю, я ее довольно-таки регулярно мониторю, я сразу же на него отвечу. Продолжение следует...